Вся наша жизнь состоит из мелочей. Все знать невозможно, но очень хочется. Мы сами выбираем свою жизнь, хотя это не очевидно. Но вот как раз за этой неочевидностью мы и хотим спрятаться, и хотим снять в себя ответственность. Но правда такова, мы сами выбираем свою жизнь. А бывает и вот так. Вот можно ли это назвать эмоциональной зависимостью? Когда вот девушка рассказывает, что ей 22 года. В 4 года, когда она начала себя осознавать, поняла, что не хочет она быть девочкой. Хочет быть мальчиком. Нравится ей мужская одежда. Привлекают мужские компании. Ну и вообще дружбу мужскую она считает самой такой настоящей дружбой. И вот она задается вопросом, не хочет она быть женщиной, что ей делать? Как быть? Это заболевание, которое надо лечить, которым надо заниматься и так далее. Давайте поговорим немножко о другом. Почему женщина на сегодняшний день во многом чувствует себя не женщиной, а мужчиной? Часто такое, да. И берет на себя, взваливает много обязанностей. Конечно. Вот вы сказали, эмоционально. Это не эмоции. Эмоции – это проявление чувства. Я вижу, я слышу, я чувствую, я ощущаю, я понимаю. А вот эмоция – это продукт того, что я это чувствую, вижу, слышу, чувствую и понимаю. Почему это… Конечно, я считаю, что это совершенно неправильное состояние. И в обществе у нас двигается активно туда. Михаил Иванович Макаров – психотерапевт, психиатр-нарколог высшей категории, мастер нейролингвистического программирования, гипнолог, руководитель Центра Возрождения. Но здесь я вам в этой истории еще не договорила. В 16 лет она поняла, что в чувственном плане мужчины-то ей как раз таки нравятся. Но немного вот глубже проблема. Она считает, что женщины просто слабее мужчин. То есть вот мужчину она ставит для себя выше. Они умнее, они креативнее, они умеют держать слово. Мужская дружба, она настоящая. А женщины, вот они немножечко уступают в этом плане. Вот тут вот как? Может быть, ей просто нужно заняться своей внешностью, своим женским началом, чтобы окружать себя исключительно мужчинами. Компании мужчинами. Конечно, с тем термином, что у женщин подруг не бывает, это соперница. Это однозначно. Это соперница. Женщина начинает брать на себя функцию мужчины. Она работает больше, чем она. Она зарабатывает больше, чем она. Она более успешная, чем она. Она более красивая, чем она. Она более востребована. Она же начинает это понимать великолепно. У нее возникает логичная штука. Она же человек живой, настоящая. А нафига мне? Пардон, мужчина. Когда я могу? Я самодостаточная. Уходит другая функция. Очагай деток. А это основное. Это не только женщина теряет. Теряет общество. То, что вы хотите сказать, что в разном возрасте бывает. Конечно, это нормальное явление. Девочкам больше нравится мужская компания. Хулиганы, как правило. Куривая употребление алкоголя. Разные поступки, которые привела. Музыка, гитара. Прикалы? Конечно, прикалы. Девочек это немножко по-другому происходит. Бывает нормально. Нормально повзрослела. Она стала великолепной мамой. Хозяйкой и все. Это прошло. Другое дело, когда это болезненное состояние. Как правило, это связано с нарушением гормональной функции. Человек ощущает себя мужчиной. Это, конечно, заболевание. Есть ли пациентки-женщины с какими-то такими нарушениями? С такими проблемами обращаются? Да, конечно. Женщина, она не отличается ничем от мужчины. Те же депрессивные состояния бывают. Те же боли бывают. Тоже ощущение себя, что я мужик. Вот, вот я мужик. Мало того, она на себя ассоциирует в мужскую психологию. Вот если я устал, мне надо выпить. Из каких? Из каких мне надо выпить? А как же? Мы начинаем, как правило, с простой вещи. Выяснение всех обстоятельств, зависимости и так далее. Детки у вас есть? Есть. Болька. О, великолепно. Как вы считаете, детки на вас смотрят? Да, конечно. Какой вам пример подойдет? Конечно. Когда вы выпиваете, независимо от, подчеркиваю, независимо, вы о чем мне говорите? Как ни о чем не говорю. Вы говорите, смотри на меня и делай, как я. Любая женщина, вот не знаю ни одной женщины, которая бы не хотела быть самой красивой, самой подтянутой. То есть, конечно, похожей на вас, скажем так. А вот алкоголь это убирает. То есть, свежесть уходит, блеск глаз уходит, тургер кожи уходит, уходит, все, все, все. Все, появляются неопрятности, многие-многие моменты, все. И вот за счет этого можно, так сказать, сыграть, да? Увести женщину от пагубной привычки. А если нет мотивации, нет стимула, в депрессии находится женщина, нет любимого человека? Я не помню, Юль, мы с вами большое количество тем затрагивали, да? Надо исходить из того, что прежде всего человек должен полюбить себя, любимого, любимого, независимо от обстоятельств. Я самый классный, самый умный, самый красивый и самодостаточный. То есть, нужно начать с себя? Только с себя. А все остальное, оно образуется. Вот посмотрите, мы с вами ходим по городу, город хороший, я радуюсь, ей-богу радуюсь, и парк будет самый классный у нас. И вообще жизнь, она идет к лучшему. Если мы с вами, вот, случилась какая-то неприятность, да, и мы будем идти вот так вот, ну, все будут это, видите, говорить. Наверное, что-то случилось там вот так далее. А если мы независимо от того? Нос кверху. Никому не покажем и не расскажем, что на душе, да? Конечно, конечно, конечно. Так и мы себя стимулируем. Мы себя через тернии к звездам. Все примитивно просто. Как мы себя в жизни настраиваем, внутри себя так и идет у нас вся жизнь. Загляните в холодильник. Спорим, там лежат они, замороженные пельмени. Нет, мы не экстрасенсы. Простая статистика. Это самый популярный русский полуфабрикат. Продукт действительно знаковый, поэтому и мифов о нем немало. Разберемся. Первый и самый главный, многие считают, что в покупных пельменях нет мяса. Ну, прежде всего, нужно посмотреть на категорию пельменей. То есть, если категория высокая, то есть, это категория А, В и В. То есть, эти три категории, так сказать, их можно брать. Далее я бы уже не рекомендовала. То есть, в связи с повышением букв, повышается процент мяса в начинке. То есть, соответственно, категория А самая высокая по содержанию мяса. И она редкая для нашего вида пельменей. Вообще, для пельменей она редкая. Мало кто выдерживает эту категорию. У нас вот есть линия категории А. Миф насчет начинки развеяли. Теперь беремся за пельменный внешний вид. Существует стереотип, что пельмень в виде ушка сохраняет при варке лучше свою форму. Это так? Я бы не сказала. Самое главное при варке – это правильно варить. На каждой пачке пельменей Феденька есть подробная инструкция о том, как варить пельмени. Если вы ее придерживаетесь, то любая форма сварится идеально. Запоминаем, форма пельменей никак не влияет на качество готового продукта. Все зависит от состава теста. Тесто должно быть сделано максимально из натуральных ингредиентов. Поэтому, опять же, я привлекаю внимание к местным производителям. То есть, соответственно, именно местные могут позволить себе работать на яйце, работать на муке у местных производителей и на высшем качестве. То есть, и мука высшего качества, в частности, Феденьки, мука высшего качества. Яйцо мы берем деревенское. Еще один миф – дорого, значит, качественно? Супердорогие – это не панацея того, что оно будет качественно. То есть, компания Феденька и полуфабрикаты Феденька, мы как раз-таки работаем, так скажем, в нише демократической, но не совсем низкой. Вот так скажем. То есть, мы рассчитаны на среднего покупателя города Магнитогорска и близлежащих городов для того, чтобы людям была доступна наша продукция. Но, тем не менее, так как, опять же, скажу, что мы здесь рядом, нам не нужно тратиться на транспорт, далеко возить, что называется. Мы на этом экономим на логистике. Соответственно, мы благодаря этому стараемся не повышать сильно цену. И последний миф про варку. Вы наверняка тоже думаете, всплыли, значит, готовы. Это не совсем верно. Если вы налепили свежие пельмени и варите их, тогда да. А если вы покупаете замороженные пельмени, то после всплытия лучше дать 3-4 минуты пельмешкам повариться, чтобы фарш наверняка приготовился. Мы сейчас варили пельмешки, которые называются мусульманские. У них категория B. Это у нас серия пельменей, которые идут без свинины. Они предназначены для людей, которые свинину не употребляют в пищу. Это вот у нас мусульманские пельмешки и восточные. У нас мусульманские в составе начинки говядина и конина. Тоже у нас, которые очень любят. Магнитогорские восточные. Говядина с бараниной. Так что теперь идем в магазин за новой партией пельмешек со знанием дела. Смотрим категорию, читаем состав и варим правильно. Сейчас мы все постепенно, неиспешно выходим из жесткого состояния ограничений, связанных с коронавирусом. Получилось так, что столкнулись с новой проблемой. На третью увеличилось количество первичных обращений к психиатрам, в частности, и за психотерапевтической помощью. Связано ли действительно с тем, что эпидемия вызывает именно рост подобного рода заболеваний? Без сомнений связано. Вот последние данные ученых и наших, и западных. Почти 100% переболевших коронавирусной инфекцией страдают теми или иными нервно-пехическими расстройствами. 100%. На первом месте, конечно, это аффективные нарушения стоят, это депрессивные переживания, тревожные переживания. На втором месте стоят нарушения органов чувств. Это органы попадания, это вкуса, извращенный вкус. Это нарушение со стороны центральной нервной системы. Очень тяжелое состояние, когда пациент, много дней не спавший, вдруг начинает видеть в узорах каких-то животных. Потом идет нарушение галлюцинаторных переживаний, слуховые обманы, восприятия. И на последнем месте, наверное, параноидные уже переживания возникают. Это страх за свою жизнь, страх за судьбу своих родственников. У нас за этот период, начиная с сентября и по сегодняшний день, уже пролечилось 37 человек. Но это только те, кто переболел. А есть ли те, кто не болел? А вот кто не болеет, знаете, сейчас уже это официально данные о том, что развивается так называемая коронофобия, коронофобия, как психологи говорят. Зацикленность на своем состоянии, страх, тревога. Это стереотипы в своем поведении. Ну, в частности, мытье рук, мытье, постоянная обработка средствами. Это избегание тех мест, где можно заразиться. Таких пациентов тоже очень много. Помимо этого возникают и нервные расстройства, это головокружение, головные боли. Это нарушение зрения, нарушение памяти. Вот как человеку прислушаться, что ему действительно нужно к вам обращаться, к специалисту? Ну, первый признак, наверное, то, что нарушение сна. Пациенты вот все практически жалуются, что у меня нет сна. Потом раннее просыпание обычно. Я засыпаю хорошо, но в 2-3 часа утра и не могу после этого заснуть. И все мысли, мысли, мысли. А мысли о чем? Мысли о своем состоянии. А именно, что же со мной это происходит? Почему мне дышаться тяжело? Почему я быстро устаю? И так далее. И вот тут вот нужно уже задуматься. Да, задуматься надо. А потом ведь перепады настроения тоже очень частые. В первую очередь тревога, беспокойство, апатия в некоторых пациентах, безразличие к себе. Вот это уже такие звонки серьезные. Ну, а какой курс лечения вы предлагаете? Ну, вот у нас мы как невротическое состояние лечим. Все-таки это невротическое состояние. И плюс еще органическое нарушение головного мозга. То есть первые признаки энцефалопатии, так называемые, это цели в растении, это быстрая утомляемость, рассеянность, снимание, головокружение, это головные боли, вот такие моменты. Они менее рук, ног. Раньше очень скептически относился к этой проблеме, потому что грипп, грипп, он есть всегда грипп вирусный. Но смотрю по людям, которые перенесли это страшное заболевание. Изменения, конечно, глобальные происходят. Сейчас уже вакцина появилась, но есть шатание. Делать вакцину, не делать. К сожалению, у нас этот интернет очень много навредил, потому что и фейковые информации, и разные высказывания, что это плохо, это нельзя, это там зомбирование и тому подобное. Конечно, мы, я вот сколько лет живу, только лет мы вакцинируемся. Принцип абсолютно тот же самый вакцинирования. Та же иммуноответная реакция организма происходит на чужеродный белок, который вводится. Но я уверен, что лучше, без сомнений, лучше привиться, чем болеть такой болезнью. Ну и может быть, кто вот работал дистанционно, сидел дома, сейчас они выходят в люди, тоже это такой, это страх, да? Да, страшно выходить, переживаясь. Да, не бояться, что заразится. Не бояться заразиться. К сожалению, вот эти пациенты, они начинают ходить в разные инстанции. К терапевтам идут очень многие, идут к неврологам. А потом может это перерасти, что-то серьезное? Да, это нервно-психическая, нервно-психическая патология. Это центральная нервная система задействована, высшая нервная деятельность. Шутки плохи с этим. Шутки плохи, точно. Порой кажется, что жизнь других лучше, интереснее, ярче. Но когда ты в нее погружаешься и вникаешь, то понимаешь, что она так же прекрасна, как и твоя. За мои полуфабрикаты, за мою компанию я очень переживаю, что если бывают какие-то промахи, все равно бывает, вот этого никуда не деться. То есть после этого не спишь ночью. Так хочется всем помочь, чтобы все успокоились, чтобы жили хорошо, дружно, весело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова